Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы Белое солнце нестерпимо жгло невысокие стены домов пыльные окна пустых магазинов ненужные вывески асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью Алексей Толстой, Хождение по мукам Здравствуйте, это телеканал Самаргиз и мы снова читаем Толстого 30 мая в Самаре и Самарской губернии было объявлено военное положение со стороны Сызрани, уже занятой чехами на Самару двигался 10-тысячный чехословацкий корпус солдаты и офицеры, имевшие опыт ведения боевых действий на фронтах Первой мировой войны и прекрасно вооруженные в тот же день в Самаре был создан боевой революционный штаб, который возглавил Куйбышев а возле города началось сооружение оборонительных рубежей 3 июня наступавшие провели разведку боем а 4-го перешли в энергичное наступление чуть только взошло солнце стоявшие в обороне увидели, как из-за степей густой зеленой саранчой поползли чехи последним оплотом, прикрывавшим чехом поступы к Самаре были лепеги целый день из-за перелеска били орудия и выколачивали сухую дробь пулеметы перед ними залегли матросы которые зоркими глазами привыкшими к беспредельным просторам морей отыскивали ползущего червем врага и вместе с пулей посылали отборную хлесткую брань а уже к вечеру берега Татьянки были усеяны телами погибших бурой была и вода в реке и даже солнце казалось огромной расплавленной каплей крови которая пропала за дальними увалами и сейчас же край неба осветился кровавым красным пожарищем Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал с животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы улица была пуста белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов пыльные окна пустых магазинов ненужные вывески и асфальтовую улицу покрытую звездковой пылью направо куда глядел доктор на площади торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск прикрывавший памятник Александру Второму сбоку стояла пушка кучка обывателей ворочала булыжники что-то копало явно бессмысленное тут были и протеерей словохотов и красая гордость самарской интеллигенции нотариус мишин и владелец гастрономического магазина романов и бывший член земской управы стромбов и когда-то большой барин седой красавец помещик кураедов все клиенты дмитрия степановича партнеры винт красноармеец поставил винтовку между ног курил сидя на тумбе пушки за рекой самаркой ухали тихо позванивали оконные стекла от этих звуков доктор ехидно кривил рот фыркал ноздрёй в седые усы пульс у него был 105 значит жила еще в нем старая общественная закваска но большим проявлять свои чувства пока было опасно как раз напротив на той стороне улицы на досках прикрывавших разбитое зеркальное окно ювелирного магазина ледера бельмом белел приказ ревкома грозивший расстрелом контрреволюционным элементам на пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе здравствуйте прощайте из кокосовой мочалки и в чесучевом пиджаке довоенной постройки человек крался вдоль стены и поминутно озираясь подпрыгивал как будто над духом его стреляли мочального цвета волосы его висели до плеч рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу это был говядин земский статистик некогда безуспешно пытавшийся пробудить в даше красивого зверя он шел к дмитрию степановичу и дело видимо было настолько серьезно что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов увидев доктора в окошке говядин отчаянно взмахнул рукой что должно было означать ради бога не глядите за мной следят оглядываясь прижался к стене под объявлением ревкома затем кинулся через улицу и скрылся под вороты через минуту он постучал в докторскую квартиру с черного хода ради бога закройте окно за нами следят громко прошептал говядин входя в столовую спустите шторы нет лучше не спускайте дмитрий степанович я послан к вам чем могу служить насмешливо спросил доктор присаживаясь за стол покрытый грязной прожженной клеенкой садитесь рассказывайте говядин схватил стул кинулся на него поджав под себя ногу и брызгаясь громко зашептал в самое ухо доктору дмитрий степанович только что на конспиративном заседании комитета учредительного собрания проголосовано предложить вам портфель товарища министра здравоохранения министра переспросил доктор опуская углы рта так что весь подбородок собрался складками так так а какой республики не республики а правительство мы берем в свои руки инициативу борьбы мы создаем фронт мы получаем машину для печатания денег с чехословацким корпусом во главе двигаемся на москву созываем учредительное собрание это мы понимаете мы сегодня была горячая стычка и сэры и меньшевики требовали все портфели но мы земцы отстояли вас провели ваш портфель я горжусь вы согласны в это как раз время так страшно ухнуло за речкой с амаркой на столе зазвенели стаканы что говядин вскочил схватившись за сердце это чехи громыхнуло опять и казалось совсем рядом застучал пулемет говядин совсем белый снова сел подвернув ногу а это красная сволочь у них пулеметы на элеваторе но сомневаться нельзя чехи берут город они возьмут город пожалуй я согласен пробосил дмитрий степанович хотите чаю только холодный отказавшись от чаю забытьи говядин шептал во главе правительства стоят патриоты честнейшие люди благороднейшие личности вольские вы его знаете присяжный поверенный ствери прекраснейший человек штабс-капитан фортунатов клеймушкин это наш самарский тоже благороднейший человек все эсеры непримиримейшие борцы ожидают даже самого чернова но это величайшая тайна он борется с большевиками на севере офицерские круги в теснейшем блоке с нами от военных выдвигается полковник галкин говорят что это новый дантон словом все готово ждем только штурма по всем данным чехи назначили штурм на сегодня в ночь я от милиции это ужасно опасно и хлопотливо но надо же воевать надо жертвовать собой за окном раздались громкие нестроенные звуки военных труп интернационал говядин согнулся лег головой на живот Дмитрию Степановичу соломенные волосы оказались неживыми как у куклы солнце закатилось за грозовую тучу ночь не принесла прохлады звезды затянуло мглой орудийные удары за рекой стали чаще и громче от разрывов дрожали дома шестидюймовая батарея большевиков стоящая за элеватором отвечала в тьму стучали пулеметы на крышах за самаркой в слободе куда вел деревянный мост слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений туча наползала ворча громовыми раскатами наступала непроглядная темень ни одного огонька не виднелось ни в городе ни на реке только мигали зарницами орудия в городе никто не спал где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет учредительного собрания добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам одетые и вооруженные обыватели стояли у окон вглядываясь ночную жуть по улицам перекликались патрули в промежутке тишины слышались унылые дикие свистки паровозов угонявших составы на восток глядевшие в окна видели извилистую молнию перебежавшую от края неба до края мрачно осветились мутные воды волги проступили очертания барж и пароходов у пристани высоко над рекой над железом крыш появились громада элеватора острый шпиль лютеранской кирхи белая колокольня женского монастыря по преданию построенная на деньги бродячей монашки Сусанны погасла тьма раскололось небо налетел ветер страшно завыло в печных трубах чехи шли на приступ чехи наступали редкими цепями со стороны станции кряж на железнодорожный мост и мимо салатопенных заводов на заречную слободу пересеченная местность дамба зарослитальника задерживали продвижение ключом городу были оба моста деревянный и железнодорожный артиллерия большевиков на площади за элеватором обстреливала подступы ее тяжкие удары и вспышки поддерживали мужество в красных частях неуверенных в оптанности комсостава в конце ночи чехи пошли на хитрость близ элеватора в бараках жили остатки польских беженцев с женами и детьми чехам это было известно когда их снаряды стали рваться над элеватором поляки высыпали из бараков и заметались в поисках убежища артиллеристы гнали их от пушек матюком и банниками когда шестидюймовки грохотали оглушенные и ослепленные беженцы кидались прочь но вот от амбаров побежала новая толпа женщин они кричали не стреляйте проши пани не стреляйте умоляем не губите несчастных со всех сторон они окружили орудия странные польские женщины хватались за банник за колеса пушек плотно брали под руки тяжело висели надуревших от грохота артиллеристов вцеплялись им в бороды валили на мостовую под кофтами убав были мундиры под юбками калифе ребята это чехи закричал кто-то и голову ему разнес револьверный выстрел одни боролись другие кинулись бежать а чехи уже снимали замки с орудий и отступали отстреливались и затем как сквозь землю ушли в щели между амбарами батарея была выведена из строя пулеметы сбиты чехи продолжали наступать охватывая за самарскую слободу до самой волги на утро ушли тучи сухое солнце ударило в непромытые окна квартиры Дмитрия Степановича доктор сидел у стола тщательно одетый глаза его провалились он не ложился спать полоскательница поднос и блюдечки были наполнены окурками иногда он вынимал сломанный гребешок и причёсывал на лоб седые кудри каждую минуту он мог ожидать что его позовут к исполнению министерских обязанностей оказалось что он был дьявольски чистолюбив мимо его окон по дворянской улице тянулись раненые они шли как по вымершему городу иные садились на тротуару стен кое-как перевязанные окровавленными тряпками глядели на пустые окна но не у кого было попросить воды и хлеба солнце разжигало улицу не освеженную ночной грозой за рекой бухало ахало стукало промчался автомобиль наполнил дворянскую облаками известковой пыли мелькнуло перекошенное лицо военного комиссара с черным ртом автомобиль ушел вниз через деревянный мост и как рассказывали потом был разорван вместе с седоками артиллерийским снарядом время останавливалось бой казался нескончаемым город не дышал женщины общества уже одеты в белые платья лежали закрыв головы подушками комитет учредительного собрания кушал утренний чай сервированный владелицей мукомольной мельницы в подполье лица министров казались трупными а за рекой бухала стукала ахала